Так, вторая лекция, она будет подлиннее. Чтобы погрузиться в тематику, поговорим про хэши и кэши. Кто знает, что это такое? Хэш и кэш, что это такое? Вы знаете? Ладно, рассмотрим. Ну, вообще, мне кажется, что это вообще два самых великих изобретения в IT. Ну, постепенно поймем, почему. В домашней работе вы будете строить вашу систему на каких-то коллекциях для того, чтобы хранить данные в памяти. Давайте рассмотрим возможные варианты. Ну, есть ли на array листе в джавовском? Ну, внутри него array. Давайте оценим Крудовские операции. Ну, get за сколько выполняется? Get по индексу. За сколько? Отлично, да. Ну, insert. Да, правильно. Delete. Отлично. А добавить в конец? За сколько? Подождите, еще раз. Какие варианты есть? Ну, смотря, смотря где. Угу. В джаве? Ну, у нас конец. Угу. Угу. Ну, а если мы вылезли за конец массива? Ну, когда как, в общем. Ну, наверное, да. Ну, а в джаве, если мы вылезли за конец массива, то что происходит? Остается в квадрате. Угу. Окей. Хорошо. Так, ну, можно делать на линк-листе. Ну, сколько, за сколько гето выполняется по индексу? Отлично. Insert. Вам нужно сначала найти, куда вставить. Потому что это не 3, это не skip-лист, это линк-лист. А, кстати, вот линк-лист в джаве, он однонаправленный или двунаправленный? Так, двунаправленный. Ну, delete за oaten, понятно. А нам тоже опять нужно найти элемент, который удалить. А добавление за сколько? За сколько? Да. Отлично. У нас есть ссылка на последний элемент. Ну, а как еще быстрее? В общем, вот эти все n, если вы помните эту табличку, но как-то не очень круты. Ну, люди изобрели хэштейбл. Значит, это ассоциативный массив, отображающий ключи в значения. Значит, как работает? У нас есть ключ. С помощью хэш-функции мы находим индекс в массиве бакетов. Будет картинка. В найденном бакете перебираем ключи, пока не найдем совпадающий ключ. И вынимаем значение, которое лежит рядом с этим ключом. Это практически так, как работает телефонная книга. Только вы не считаете хэш от фьюа. Ну, например, вот у нас есть ключи. Мы применяем хэш-функцию. Знаем, сколько у нас бакетов, их 16. Мы хэш делим по модулю на 16, находим бакет и вынимаем значение. С чем здесь могут быть проблемы? Коллизии. Коллизии, отлично. Но сложность операции отличная. К коллизиям мы вернемся еще. Но на самом деле мы исходим из допущений в этих оценках сложности. Во-первых, мы думаем, что у нас будет равномерная функция хэширования. Это совсем не всегда так. И мы не учитываем ребалансировку. Если мы в хэштейбл пихаем, пихаем, пихаем значение, в конце концов, он у нас вырождается в linked list. Ну, какие подводные камни? Нужно уметь выбирать функцию хэширования. Нужно придумать, как разрешать коллизии. Если у нас для одного ключа, хэши совпадают. Ну, какие есть варианты? Давайте. Список. Так. Ну, список, да. Есть такой подход, широко используется. Но редко говорят о минусах этого подхода. Мы тратим лишнюю память, потому что каждая нода в листе, она на самом деле еще содержит ссылку в себе. Если у нас гигантский хэштейбл, то это довольно ощутимые траты. И мы просто адски нагибаем кэш-процессоры. Потому что хождение под linked list 2 – это рандомные аксессы по памяти. Помните табличку, сколько стоит рандомно сходить в память. Когда вы идете по array, вы идете блоками, потому что данные с памяти грузятся блоками. И вы идете по своему кэшу. Потом доходите до конца кэш-линии, снова запрашиваете блок из памяти. Но обычно это строчка 16-64 байта. Снова идете по ней. Как бы это совершенно разные скорости. С linked list вы все время фигачите по памяти рандомно. Что? Будет немножко лучше, да. Ну, понимаете, когда вы начнете использовать array list в хэштейбле, array list жрет кучу памяти вперед. Потому что вы выделяете его какого-то размера, потом удваиваете. Если вы умножите это на количество бакетов у вас, у вас пустой хэштейбл будет занимать дофига просто. Ну, как только вы дошли до конца бакета, у вас тут же он вырос два раза. А если даже она равномерна, у вас весь хэштейбл два раза вырос по памяти. Ну, предугадывай-то. Вы же хотите взять коллекцию и использовать ее. Ну, второй вариант кто-то упоминал. Несколько хэштейбл. Ну, да, это все можно отнести к подходу open-addressing. Ну, в чем смысл? Мы не храним никаких списков. Если у нас произошла хэш-коллизия, мы хотим вставить значение по вот этому хэшу, но место занято, мы ищем другое место. Ну, как мы можем его искать? Можем искать просто дальше, идти по следующим индексам, пока не найдем свободное место, и туда мы вставим значение. Либо мы можем, например, еще раз посчитать хэш от хэша и найти новый индекс и прыгнуть туда. Если у нас место свободное, мы записываем значение. Если нет, снова считаем хэш. Можно идти по ряду Фибоначчи, например. Если оценить вычислительную сложность, это оказывается эффективней. Можно простые числа использовать. Но в чем проблема в этом подходе? Вот мы, предположим, у нас произошла коллизия. Мы нашли другое место, вставили туда ключ. В чем здесь могут быть проблемы? Что? Да. Да. Ну, а если функция хорошая, это ведь работает, в принципе. Да, но ключи всегда надо сравнивать. Потому что это… Вы посчитали хэш, это ничего не значит. Ну, например, да, про удаление – это интересный вопрос. В общем, что делать при удалении? То есть вы хотите удалить какой-то элемент по ключу, вы посчитали хэш, попрыгали, нашли место, которое хотите удалить, и что делаем? А как мы это узнаем, что они были сдвинуты? Может, они по своим хэшам лежат? Нет, ну, понятно, что там можно еще открыть все какие-либо элементы. Ну, вам нужны уже какие-то признаки, на самом деле, что вот этот элемент, он здесь лежит, потому что он сюда попал, либо потому что его место было занято, вы вынуждены были его выпихнуть вниз. То есть вообще не все так просто. На самом деле, хранится, конечно, все компактней, но работает только если занято не больше 70% статистически. Потом начинается просто адское ухудшение производительности. И вы забиваете кэш, потому что, когда вы из этого массива качаете данные к себе, то, скорее всего, это бессмысленно, потому что следующий хоп будет в другой массив, по другому ключу. Если вы, например, используете двойное хэширование. Ну, то есть вы просто выкачиваете и забиваете себе хэш. Ну, соответственно, упоминался ресайз и rehash. Собственно, кто знает, как устроен хэшмэп в Java? Так, подождите, на Java куча народа программирует. Ок. Ну, представляете, что у вас есть некий массив бакетов. Ну, пусть бакет внутри себя хранит список, или вы используете open addressing, это неважно. И вы все время в ваш хэштейбл набрасываете данные. Набрасываете, набрасываете. И в конце концов у вас все бакеты переполнены. Ну, что в такой ситуации нужно делать? Ну, понятно, нужно реалоцировать массив бакетов, сделать их побольше. Но для этого вам придется взять каждый ключ, пересчитать хэши, чтобы положить значение в правильное место. То есть асимптотически вы это можете выровнять, но если вы какой-то пишете систему реального времени, и должны укладываться какие-то жесткие ограничения, вот в этот момент у вас все и просядет. Если вы уже напихали в какой-нибудь хэштейбл 16 гигабайт, и тут решили, что ну надо до 32 отресайзиться. В общем, это будет не быстро. Кроме того, есть интересный аспект из конкурентси. Ну, кто-нибудь изучал, как работает конкурент хэшмэп? Отлично. Еще? Один человек. Ну, я советую вам обратиться к исходникам. На самом деле конкурент хэшмэп – это венец творения конкурентси в Java. Это очень интересно. Ну, еще можете почитать про различные алгоритмы, как помимо open addressing, что делают с хэшами. Ну, я являюсь фанатом этой книжки. Больше ее впихнуть было некуда. Если вы не читали, очень рекомендую. Потому что большинство программ, которые вам нужно будет писать, это будут конкурент программы. И иммютабл структуры данных, они предлагают совершенно другой подход к решению ваших задач. Ну, это мы поговорили про хэши немножко. Теперь поговорим про кэши. Вообще кэш – это тоже хранилище данных. Ну, а для этого пройдемся по классическим архитектурам веб-приложений. Ну, для того, чтобы рассмотреть, как взаимодействуют с хранилищами и какие проблемы пытаются решить. Ну, кроме того, каким образом. Вот у нас есть трехзвенный клиент-сервер. Есть некий юзер. У него есть браузер. Он обращается к какому-то серверу, который работает с базой данных. Ну, классическая штука. Может, у вас есть какой-нибудь свой сайт. Вот так все и работает. Ну, зачем нужен сервер? Ну, пользователь не хочет какой-то SQL там видеть и читать, что ему там вернули на запрос. Он хочет видеть странички красивые. Ну, и кроме того, на сервере нужна всякая логика. Если пользователь что-то отправляет, то надо проверить валидность данных, что год рождения, он числовой, а не точка запятой дроб датабейс. Что там все в нужных диапазонах находится. Что у пользователя есть доступ на того, чтобы редактировать страничку своей бывшей жены. И всякие такие вещи. Ну, а кроме того, сервер дает гибкость, потому что пользователь напрямую не работает с базой данных. Вы можете базу данных, например, заменить, либо на самом деле перенаправить в другое место, либо сделать что-то еще. Но у вас вот есть такой чудесный сайт, нагрузка растет, все круто. Ну, и вы в конце концов упираетесь в сервер. Решаете, что поставлю-ка я много серверов. База данных пока справляется, слава богу. Но вот все вот эти проверочки, они тормозят. Вы ставите много машинок, у вас такой кластер серверов есть. Перед ними ставите железку или какую-то софтварную штуку, которая вот пользователей, которые к вам приходят, она вот балансирует между серверами. Ну, политики балансировки, они разные, как вы понимаете, могут быть. Можно там рандомно разбрасывать, можно там пользователя залипать на какой-то машине, можно даже как-то учитывать нагрузку на этих машинах и новых пользователей перебрасывать на менее загруженные машины. Ну, это не тема нашей беседы. Но вроде так все работает, все зашибись, но сервис растет, в общем, все круто. У вас там уже на рекламе куча денег, пользователи идут, круто штырят, там котятки, танцующие свиньи, там что угодно. И нагрузка больше. И тут вы понимаете, что, в общем, куча пользователей, они одно и то же спрашивают. А давайте мы закэшируем результаты, чтобы в базу не ходить, если мы для какого-то запроса посчитали что-то или для какого-то топа. И рядом с каждым сервером поставим кэшик. И когда пользователь приходит, ну, кэшик — это у нас хэштейбл такой в памяти. Пользователь приходит, мы сначала идем в кэшик. Вот у нас есть запрос, мы его обрабатываем, ставим тайм-аут. Идем в кэшик. Либо получаем оттуда ответ и его возвращаем. А если ответа нет, то мы строим ответ, честно считаем, ходим в базу, все делаем, кладем в кэшик наш уютненький и возвращаем ответ. И так работает все зашибись. Ну, в чем там есть минусы? Ну, давайте так вот, в чем минусы? Синхронизировать. Что вы имеете в виду? Ну, один, конечно, что-то использовал базу, а в таком значении, а много будет других кэша. Да, вот, да, проблема еще. Ну, то есть, вы смотрите, я повторю просто. Кто-то что-то записал в базу, а у вас оно лежит в кэше. И вы берете весело из своего кэша и не видите, что там новый котенок появился в базе, и пользователь не видит, он все давит рефреш, не видит. А вот тот, кто его построил, этот ответ видит. А еще хуже, когда пользователь давит рефреш, то видит, то не видит. Потому что ты сюда попал, ты сюда. Вы, кстати, могли это заметить на некоторых сердцах. Вы так подавите рефрешек, там могут приколы всякие быть. Ну, окей. Проблемы с тем, что... Ну, во-первых, давайте сначала с плюсов. Мы офигенно снизили нагрузку на ЦПУ. Вот если к нам приходит, а мы это уже считали, мы отдаем ответ сразу. Все зашибись. И с БД, кстати, сняли нагрузку очень сильно. Поэтому можем еще больше машин ставить перед БД. Ну, опять же, если вообще юзеры попадают в кэш. Если это какая-то мега-система, где каждый юзер работает только со своими данными, и юзеров там, как в Китае, 1,3 миллиарда, то, в общем, кэш-хит-то будет фиговый. Потому что каждый будет приходить и говорить, а где там моя страничка, я хочу вот вписать что-то в нее. Но в кэше-то этого нет, скорее всего. Ну, а недостатки. Во-первых, в каждом кэше, ну, если все-таки нормальный кэш-хит, то в каждом кэше одинаковые значения лежат. Потому что когда юзеров разбрасывают по кэшам, у вас в каждом кэше лежит некий топ запросов, которые все время подтягиваются в кэш. Ну, там, например, 99% запросов, если у вас офигенный кэш-хит. Ну, понятно, вы просто потратили кучу памяти. Кроме того, лишние вычисления. Каждый сервак должен посчитать значения для своего кэша. Ну, относительно лишние. Пока у вас не 100 машин, может, вас это и не парит. Ну, кроме того, на каждой машине вы там супербольшой кэш не сделаете. Вам, в общем, и вашему серверу что-то надо. Ну, память нужна для того, чтобы считать ответы на запросы. В общем, не очень понятно, как систему апгрейдить. Предположим, вы решили поменять формат. А в кэше у вас лежат ответы предыдущего формата. Вы раскатываете какой-то новый софт на сервера. Он так перезапускается. Приходит первый запрос. Он лезет в кэш, достает, пытается распарчить. И не смог. Потому что новые значения, которые он будет пихать в кэш, он строит уже по новому формату. Ну, а старые значения, которые лежат в кэше, они в старом формате лежат. Ну, например, вы в вашу страничку решили добавить лайки какие-то. В старых значениях нет поля лайк. И вы такой документ не распарсите. Поэтому это неизлечимая проблема, об этом надо думать. Нужны политики протухания и вытеснения. У вас кэш не бесконечный. При этом, скорее всего, вы хотите, чтобы самые популярные значения в кэше оставались подольше. А редкие вытеснялись. Ну, как решать, тоже есть варианты. Мы их рассмотрим. Ну, кроме того, есть еще одна интересная ситуация. Вот у вас есть ваш мега-кластер, куча серверов с кучей кэшей, и все работает. Потом вы его решили перезапустить. И вот когда вы его перезапустили, все машины с пустым кэшом, то тут ваша база и прилегла. Потому что у вас все работало, когда вы брали данные с кэша. А теперь вы все сервера пошли в базу, чтобы наполнить свой кэш. Это тоже неизлечимая проблема, но об этом нужно думать. Нужно либо перезапускать машины постепенно при апгрейде, либо не подавать нагрузку на машину, пока вы не прогрели ей кэш, взяв откуда-то из истории запросы. Либо что-то еще. Ну, какие решения? Давайте сделаем распределенный кэш. То есть вот есть наш кластер серверов и кластер машин с кэшами. Вообще, возможно, это также одни машины. Но с кластером вот этих процессов, кэшей, мы работаем как с единым целым. Ну какие плюсы? У нас суммарный объем… Ну как это будет выглядеть, давайте для начала. Вот у нас есть, ну, примерно на скале, вы же будете домашку на скале делать. У нас есть две машины. Вот есть метод найти сервер по ключу. Ну что мы? Берем ключ, считаем от него хэш, делим по модулю на количество машин и берем машину. Ну как получить значение с кэша? Мы находим, к какой машине обращаться и делаем к ней удаленный запрос. Ну, remote get здесь не приведен. Remote put. Ну как положить значение по ключу? Ну опять же, находим машину и говорим ей положить значение. Ну, в чем плюсы? Машина не дублирует вычисления, мы считаем все примерно один раз. Ну, примерно. Потому что вы же понимаете, если на две машины пришел запрос, для которого значения в кэше нет, скорее всего они параллельно его начнут считать. А потом вторая машина перезапишет, и результат первый. Ну и надо скрестить пальцы, что он одинаковый будет. У вас больше суммарный объем. Вы просуммировали объем всех процессов с кэшами. Ну и его, соответственно, больше влезет. Поэтому вы можете повысить кэш-хит. Ну, и, конечно, множество недостатков. Все так же непонятно, как апгрейдить. Но об этом надо думать. Нужны политики протухания и вытеснения. Ну, про это мы поговорим. И нужно прогревать кэш, даже распределенный. Ну, наверное, самая известная, популярная реализация таких систем – это Memcash. Разработали его не в LiveJournal. Для LiveJournal в 2002 году используется почти везде. Поставляется почти везде. Входит во всякие облачные платформы. Чисто in-memory. Это нужно учитывать. KeyValue, соответственно, ключ до 250 байт. Это нужно учитывать. Почему-то очень мало кто про это знает. Сам Memcash многопоточный. Он работает на библиотеке либо event. Кто-нибудь знает, что это такое? Кто знает? Отлично. Ну, если кто не знает, почитайте. Вообще очень интересная тема. Библиотека для синхронной обработки событий. Вы можете держать таким образом несколько, ну, десятки тысяч сокетов даже открытых. И обрабатывает только события, которые происходят на сокетах. Ну, применять можно не только к сокетам. Поддерживает политики вытеснения. Ну, что такое LRU, кто знает? Черт. Что же вы не задаете вопрос? Вот уже на предыдущем слайде это было. Собственно, это политика last recently used. В кэше остаются значения, которые использовали самым последним образом. Если вы потрогали значение, оно перемещается в начало очереди, либо в начало какой-то структуры данных. Если вы хотите что-то положить в кэш, то вы продвигаете значения, и наименее используемые вытесняются. Таким образом, если какой-то запрос выполняется чаще, ну, выполняется часто, он, скорее всего, все время будет присутствовать в кэше, потому что его добавляют в начало. Либо ответ на него есть, его продвигают к началу. А редкий запрос выпихивает из кэша. TTL — это time to live. Когда вы записываете значение в кэш, вы выставляете время жизни. Ну, например, 30 дней. Как только значение кто-то считывает, время протухания сбрасывается, и начинается отсчет снова. Соответственно, когда память вся забита, начинают вытесняться записи, которые протухли уже. Ну, у меня кэш простой текстовый, ну, и бинарный, соответственно, протокол для эффективности. Вы можете тело на этом подключиться на порт и выполнять командочки простые. Там set, add, replace. Статистику смотреть. Все очень просто. Ну, я думаю, из-за этого он и стал популярным, потому что очень простая, понятная, эффективная система. Но в этом подходе с распределенным кэшем есть, ну, и с memcached, в частности, есть проблемы. Как вы помните, в нашем примере кода список серверов хранится на клиенте. Список серверов с кэшами. И, соответственно, в хэш-функции фигурирует количество серверов. Чем это плохо? Ну, давайте подумаем. Если мы добавим еще один сервер, то надо на всех клиентах все поменять. Да, а еще что произойдет? Вот вы добавили сервер. Это самое, как если нам требовалось изменить сервер. Да, да, именно так. Ну, в общем, об этом надо думать. Ну, какие есть решения? Ну, первое решение, давайте поставим перед кластерами мкэшей прокси. Этот прокси знает, сколько машина. Клиенты не знают, они всегда ходят через прокси. А прокси перенаправляет запрос на нужную машину. Прокси сам считает хэш от ключа, определяет, куда надо сходить, и туда проксирует запрос, получает ответ и отдает клиенту. Ну, либо consistent хэшинг. Кто ему знает, что это такое? Круто. Ну, что, в чем проблема сервиса прокси? В общем, что примерно делает, я уже рассказал. Ну, кстати, это может быть тоже проблемой, если у вас много инстансов кэша. Ну, а в чем еще проблемы? Вот у вас такой замечательный сервис прокси. Он, в принципе, легковесный, слушает какой-то портик, но только хэширует там, пусть он даже многопоточный. И ходит к кэшам. Давайте самые нелепые предположения. С чем мы можем столкнуться? Ну, бывает, конечно, что два крема обратились в порт. Не, ну он же, это супер сервер, он кучу соединений держит. Ну, во-первых, чтобы достать значение из кэша, у вас появляется еще один сетевой хоп. Если вы помните ту замечательную табличку, то, в общем, хождение внутри дата-центра, оно не совсем бесплатное. И кэш имеет смысл использовать, если вы получите значение из него быстрее, чем посчитаете запрос сами. А плюс один сетевой хоп – это удлинение времени ответа. Ну, а кроме того, ваш юзер сидит и ждет. Вот он как бы нажал на кнопочку, он ждет, когда ответ получит. Его это немножко ботхертит все. Второе – у вас весь трафик идет через одну точку. То есть пока у вас мини-сервис такой, все ништяк. Но как только у вас котики начали пользоваться популярностью, то там могут гигабайты течь вообще. Но кроме того, если эта штука сломается, но это single point of failure, то все, кэши отрубились, база легла. Ну, не очень приятно. Consistent хэшинг нам поможет. Что это такое? Ну, предлагаю всем прочитать определение из Википедии. Мы рассмотрим картинки, потому что так нифига не понятно. Ну, идея заключается в том, что если мы ресайзим таблицу с использованием consistent хэшинга, то мы только часть ключей должны отремапить в среднем. Как это достигается? Ну, как это сделать вообще своими руками? Ну, представьте. Мы заводим набор слотов. И будем сначала ключи отображать в слот, а затем слот отображать на машину. То есть слот первый, он контролирует ключи от нуля до 99. Слот второй от 100 до 199 и так далее. Нам нужно определить номер слота. Мы берем ключ, ну, точнее, хэш от ключа. Значит, делим его на максимальный слот. Получаем число в диапазоне от нуля до 399. И дальше находим индекс слота, который отвечает за этот диапазон. Так, всем понятна идея? Поднимите руку, кому понятна идея. Не всем понятно. Так, фломзик. Так, значит, представьте. У нас есть слоты. От нуля до 100 до 200 до 300. Вот это и есть 400. Значит, каждый слот отвечает за записи до него. Мы берем ключ, считаем от него хэш. Делим по модулю 400. Получаем точку, которая, например, 350. Мы находим слот, который отвечает за этот диапазон. Это слот 400. Мы здесь ищем индекс элемента, у которого значение больше хэша. То есть мы перебираем эти элементы. Идем здесь 100 меньше 350. 200 меньше 350, 300 меньше 400, больше 350. Берем индекс этого элемента. Это будет индекс 3. Значит, третий слот отвечает за наш ключ. Так? А после этого мы слоты, их 4, маппим на машины. Мы говорим, что за первый слот отвечает машина сервер 1, за второй слот сервер 2, за третий опять сервер 1, за четвертый сервер 2. Если у нас какие-то слоты переполняются, ну, например, в слоте 200, вот в этом, очень много значений, и на этой машине, которая держит этот слот, тратится много памяти. Мы можем их немножко подвигать. Причем не все, а только часть. Мы, например, возьмем и вставим еще один слот. Видите, было 200, 300, 400, стало 200, 275, 300, 25, 400. Мы добавили дополнительные слоты, раздвинули их. Вот эти ключи, часть ключей, которые в этом диапазоне, они начали переезжать. Вопрос с переездом отдельная тема. Мы это рассмотрим в следующей лекции. Но так мы сможем отбалансировать слоты, чтобы они держали примерно одинаковое количество значений. Так, идея понятна? И мы можем таким образом только при ребалансировке перемещать только часть значений. Ну, по-взрослому это делается примерно так. Это из документации базы данных RAEK. Собственно, здесь реализована еще более крутая идея. Ну, зачем ограничивать себя? Давайте возьмем 2 в 160 слотов. Заведем кучу V-нод. Вот это физические ноды. Считайте, что машины. Каждая машина будет держать несколько виртуальных нод. То есть мы, видите, вот у нас цветами размечены партиции. Партиция — это слот в нашем понимании. И к какой машине этот слот привязан? Как вы видите, машины чередуются. Когда нам нужно найти, куда положить ключ, мы считаем от него, что это ша-1, наверное, получаем хэшек длиной, ну, размера 2 в 160. Затем мы делим, определяем, какая партиция отвечает за него. Здесь их 32. И для нужной партиции смотрим, какой цвет у нее. И идем в эту машину. На самом деле здесь можно хитрить. Можно, например, если какая-то... Видите, каждая машина держит по 8 партиций. Так? Вот, видите, например, зеленый цвет, он 8 раз здесь. Если какая-то машина переполнена, мы можем перемапить какую-то партицию и сказать, а вот пусть она будет на другой машине. И вот эта партиция, только она одна переедет. Ну, это реально работает. Но, кроме того, здесь еще есть некие бонусы. Если мы хотим устроить репликацию, но если вот мы значение вычислить так дорого, что мы не хотим, чтобы при сбое машины оно потерялось, то мы, например, можем писать на три последовательные партиции. И это будут реплики. Например, для трех реплик мы знаем, что ключ попадает сюда, но мы запишем еще на две следующие партиции. Поскольку машины чередуются, это будет на разных машинах. Соответственно, когда мы ищем ключ, мы идем в эту партицию. Вот эта машина оффлайн. Но мы знаем, что у нас было три реплики. Мы идем по кольцу на следующую машину, вынимаем значение. Это понятно? Вы задавайте вопрос, если что. Но что делать с перезапуском кластера? Возвращаясь к мем кэшу. Он у нас in memory. Соответственно, перезапустили кэш, все, хана. У нас все пусто, но BD легла. Можно разогревать. Но если вы перезапускаете машины с кэшами, то вам нужно перезапускать их постепенно и ждать, пока кэш на вот этой машине наполнится. Но если вы используете хэширование по модулю, и машина с кэшом легла, вы никогда не сможете записать для вот этой партиции значение. Ну вот, предположим, мы используем consistent хэшинг без репликации. Вы все время, вы вычислили, куда нужно записать, пришли на нее, она недоступна. То есть для всех остальных значений ваш кэш работает, но для одного блока он не работает. Вы честно каждый раз считаете, долбите базу, просто потому что не можете записать в кэш. Когда вы и просчитать из кэша не можете. Ну, либо как вариант используем persistent storage. То есть в чем проблема, зачем хранить только в памяти? Ну, давайте на диск писать. Поднимемся, перезапускаем наш кэш, он считывает все с диска, и вот готовенький, как будто ничего не было. Ну, может, немножко все протухло, конечно, но и работает. Ну, как самый такой известный пример, одна из наиболее популярных, наверное, одна из наиболее популярных киевовых хранилища Redis, ну, он даже наиболее популярный, используется везде. Он офигенный, очень рекомендую посмотреть на него. Ну, вот GitHub, Flickr, Stack Overflow, Blizzard. Да, ну, в Инстаграме и Твиттере. В принципе, это keyValueStorage, но со своими особенностями. Value может быть, ну, помимо массива byte, стрингом, списком, множеством, упорядоченным множеством, либо хэшем. Хэш — это аналог union struct в C. Вы понимаете, о чем я? То есть у вас есть некий объект, у него есть поля какие-то. Вот вы можете... Значение — это не какой-то непрозрачный объект, а это вот само по себе мапа. Из полей в какие-то значения. Но одноуровневая мапа. Вы не можете сделать в ней значение еще одним хэшем. Ну и, соответственно, ну, целый набор операций для работы с этими типами данных. Сам Redis работает in memory. Все данные обязаны помещаться в память, иначе он не работает. Но, кроме того, он поддерживает снапшоты по расписанию, которое вы конфигурируете. Например, каждую минуту, если изменилось больше тысячи записей, сбросить все на диск. Ну, соответственно, когда вы перезапускаете сервис, он находит этот снапшот и его вычитывает. И за минуту он у нас готовенький. Ну, кроме того, поддерживает commit-логи. То есть любые операции изменения пишутся вначале в commit-лог, потом подтверждаются клиенту. Ну, commit-лог надо ротировать, понятное дело, иначе он будет копиться бесконечно. Но Redis это умеет. Изначально и до сих пор он однопоточный. И авторы это сделали специально, потому что он поддерживает мастер-слейв-репликацию. Если вам не хватает мощи, то вы можете поднять на одной машине несколько Redis по числу ядер и между ними устроить репликацию. Читать из слейвов, а писать в мастер. Но на самом деле, поверьте мне, мы его тестировали. Один инстанс еще надо умудриться положить, потому что это там 100-150 тысяч операций в секунду. Ну, кроме того, как и MnCache поддерживает LRU и TTL. API очень богатый из-за наличия вот этих типов значений. То есть там больше сотни команд. Ну, например, команды добавить значения в список или вытолкнуть значения из списка. Или взять указанное число элементов из упорядоченного множества и так далее. Поскольку сервер однопоточный, у вас каждая отдельная операция тамарная, никакой синхронизации, все максимально быстро. Так, третья лекция посвящена каптеореме и основным концепциям, концепциям, которые за ней стоят. Кто знает, что это такое? Больше никто? Каптеорема. Окей. Ну, сейчас узнаем. Так, сначала рассмотрим пример, вымышленный пример сервиса. На самом деле, пока мы будем его развивать вместе с вами, мы поймем почти все проблемы, которые возникают в распределенных системах. Поговорим о каптеореме немножко, рассмотрим транзакции в распределенных системах, ну и вы получите список материалов на домашнее изучение. Итак, предположим, что у нас есть идея сервиса. Значит, в чем смысл этого сервиса? Вы хотите что-то не забыть. Поэтому вы нам звоните и говорите, что вы хотите не забыть. Например, что у вас через неделю самолет куда-то. А потом вы нам можете позвонить и спросить, есть ли для вас какие-то заметки. И мы вам скажем, что для вас есть. Ну, такой вот сервис. Вот вы звоните по телефону 555-55-РММ и говорите, я Иван Иванович. Вот у меня скоро будет перелет. Через неделю в такое-то время. Потом проходит неделя, вы примерно помните, что у вас было какое-то дело, но вы не помните, что за дело. Вы снова нам звоните, говорите, я Иван Иванович, у меня там есть вообще что? Ну, он говорит, да, у вас там через 4 часа перелет. Вот такие вот, спасибо, отлично. 10 центов за звонок, все нормально. Или вы там звоните, говорите, вот телефон босса моего, а у вас некуда его было записать. Вы позвонили нам, мы его записали, потом вы нам звоните, говорите, а какой телефон моего босса? Мы говорим, вот такой вот, вот спасибо, у него как раз день рождения. 10 центов, отлично вообще. И все отлично. Ну, диалог выглядит примерно так. Так, собственно, вы звоните и спрашиваете, можете записать там день рождения моего соседа. Вы говорите, да, конечно. Вам говорят, когда вы записываете напротив странички этого кастомера. После этого он может позвонить в любое время. Он благодарит, и все, вы заработали денег. Собственно, он в любой момент может позвонить и спросить, когда день рождения моего соседа. Да вы ему говорите, и все довольны вообще, потому что дешево. Ну, у вас там все нормально. Значит, сарафанное радио работает, вам звонят все больше. Телефон вообще раскаляется, бумага вся исписана, нагрузка растет. Ну, пока вам хватало блокнота и телефона, и все работало. Вы получили финансирование на стартап, вообще зашибись. Куча звонков. Ну, и тут вы сталкиваетесь с проблемами, что все чаще вы не успеваете ответить, клиенты висят на телефоне, они злятся, а потом вы еще как-то заболели, пропустили рабочий день. Самое плохое то, что еще и день оповещений. Если у людей были какие-то события на этот день, они вам звонили, пытались дозвониться и спросить, а что у него было на этот день, они не смогли получить эту информацию. Ну, соответственно, все недовольны. Но мы решили отмасштабироваться, берем жену в долю. Значит, у каждого добавочный номер, мы поставили АТС, она, клиент использует все тот же номер, но АТС умный, она разбрасывает свободному, ну, балансирует между вами двумя. Значит, ну, все работает некоторое время, недолгое, но возникает проблема. Ну, с чем проблема может возникнуть? Так, давайте по очереди. В один блокнот. Ну, да, вы нащупали проблему. Но у нас, как бы, да, действительно, у жены и у меня блокноты разные. И может возникнуть такая ситуация. Звонит вам кастомер. Ну, вы его приветствуете. Он спрашивает, когда у него перелет в Нью-Дели. Вы говорите, да, конечно, ищете что-то, а у вас нет записи про это. В общем, вы говорите это кастомеру, но на самом деле он вам звонил. Ну, тут вы допираете, в общем, до того, что, скорее всего, он на жену попал в прошлый раз, и у нее эта запись в блокноте есть. Ну, соответственно, вы думаете, а как это все починить? Будете жену ночью, говорите, я придумал, в общем, будем делать так. Перед тем, как что-то записать в свой блокнот, мы должны сказать своему партнеру, чтобы он тоже внес запись в свой блокнот. Значит, и тогда у нас данные будут везде. Они продублированы, и кастомер может на любого попадать, он всегда свои данные считает. Значит, обновление в обоих, всегда все есть. Ну, в чем проблемы? В два раза больше блокируют? Ну, да, со временем. Потому что мой партнер может меня заблокировать на некоторое время, все время меня отрывает. Соответственно, обновление у нас выполняется дольше. Но фишка в том, что операции чтения большинство, потому что люди, они нифига не помнят, они звонят каждый день, у меня есть что сегодня? Вы говорите, да нет, все нормально. Он на следующий день звонит, есть что? Да нет, ничего. А вот теперь запишите. Ну, и записали что-то. Но, если кто-то из нас заболеет, то проблема недоступности. Потому что мы не можем записать блокнот другого. Мы договорились, что только голосом говорим. Если будем писать, то совсем долго будем записывать обновление. Возникла новая версия алгоритма. Перед записью говорим партнеру, как раньше. Но если партнер недоступен, опоздал на работу или какие-то дела, то мы отправляем ему e-mail. И договорились, что первым делом, когда приходишь на рабочее место, сначала разгребаешь e-mail и вписываешь все к себе в блокнотик. И после этого все синхронизировалось, и отлично, дальше работаем, как работали. Но произошла проблема. Значит, вы же жену все время ночью будили, чтобы рассказать про эти мега истории и мега алгоритмы. Она обиделась, но на работу пришла. Но поскольку обиделась, решила с вами не общаться и вообще вам не говорить про обновление. В общем, считайте, что связь порвалась. Вот. Ну, как решить эту проблему? Ну, можно решить, что мы работаем только на чтение, пока связь с женой не восстановится. Потому что иначе мы вернемся к самому началу. У нас обновления есть, у жены нет, если попадают на нее, то все недовольны. А так хотя бы люди звонят, мы им говорим, извините, сейчас мы не можем записать, но мы вам можем сказать, если у вас назначены какие-то дела. Ну, собственно, мы пожертвовали доступностью на запись. Если мы обнаружили, что связь порвалась, то мы запрещаем запись в нашу систему. И она становится недоступной. Вообще, эта вся история, там есть ссылка на в начале. То есть я придумал это не сам, и пересказал вам, просто она демонстрирует примеры проблем в таких системах. Таким образом, мы подошли к аптеореме. Есть такой исследователь, а ныне, по-моему, директор по инфраструктурам в Google, который опубликовал статью, в которой писал каптеорему. Суть теоремы состоит в следующем. Он не только ее писал, по-моему, он, а может кто-то другой ее доказал. Но суть состоит в том, что вы должны выбрать два из трех в распределенной системе. Либо вы обеспечиваете консистентность, это означает, что как только вы приняли запись в систему, все последующие чтения ее увидят. Либо вы обеспечиваете доступность, но на запись в первую очередь. Ваша система всегда будет открыта на запись, чтобы в ней внутри не происходило. либо вы обеспечиваете устойчивость к разделению на партиции. То есть устойчивость к тому, что сеть между какими-то нодами порвалась. Ну, помните пример там с женой. Ну, примерно в двух словах, это понятно? Окей. Ну, на самом деле, все немножко сложнее. Нужно выбрать не два из трех. Теорема говорит о том, что и часто это интерпретируют неправильно. Теорема говорит о том, что нельзя полностью обеспечить все три свойства. На самом деле, можно обеспечить почти все. И в разных системах нужно обеспечивать разные. Примеры мы рассмотрим. Ну, кстати, вот есть вот эта статья. Это тоже статья Брюера Каптиарема 12 лет спустя. Очень рекомендую прочитать. Это все идеи из нее. Ну, в распределенной системе на самом деле partition tolerance – это обязательное свойство. Потому что система распределенная, и там все рваться будет вот только так. А если вы неустойчивы к разделению на партиции, то ваша система не работает. То есть это допустимо только для серверового база данных, которые работают на одной машине. Там не может быть разделения. Там клиент может не достучаться до нее. Но при этом партиции относительно редки. То есть если их нет, то вы не обязаны жертвовать консистентностью либо доступностью. То есть вы можете систему вашу разрабатывать так, что если партиции нет, она и консистентна, и доступна. Если они есть, то вы где-то ослабляете требования. Кроме того, понятно, что в зависимости от разных видов использования вашего хранилища вам нужно разные соотношения. Например, если у вас какая-то медицинская система, то вам нужна консистентность, скорее всего. Потому что могут возникнуть какие-то конфликты, это может привести к каким-то катастрофическим последствиям. В то же самое время возможно система, где обязательно нужно иметь возможность писать. Например, система, в которой вы сохраняете и логируете события какие-то. Например, все операции с транзакциями либо с какими-то финансовыми объектами. Если вы пропустите операцию записи, вы уже никогда ее не восстановите. Ну, примеры будут. кроме того, свойства, как вы могли понять, они непрерывные, они бинарные. То есть не то, что у вас либо есть консистентность, либо ее нет. Либо есть доступность, либо ее нет. Например, у вас большая система, которая состоит из большого числа узлов, и часть узлов отрезала. Теоретически, ну, как мы посмотрим на практике, большая часть системы может отвечать и работать полностью. Но меньшая часть системы может понять, что она отрезана от остального мира и выключится. Собственно, каптиарема проявляется во время таймаута. Собственно, что такое партишнинг? Когда у вас система разбивается на части. Это значит, что с точки зрения вашего приложения, которое работает на сервере, у вас какой-то кусок недоступен. Вы делаете операцию, они таймаутятся. Собственно, какие есть варианты? Ну, у нас возник таймаут. Давайте отменим операцию. Скажем, клиенту не удалось. Ну, значит, мы выбираем недоступность. Мы из кап вычеркиваем А. Либо мы ее подтверждаем. Всегда подтверждаем. Не смогли записать куда-то? Окей, запишем локально, потом что-нибудь сделаем, отгрузим письмом, еще как-то. Хорошо, мы доступны, но мы снижаем консистентность, потому что мы откладываем разруливание конфликтов на потом и проблем. Можно сделать перезапрос, но ничего не решает. Если система отрезана, вы можете долго перезапрашивать. Вы просто откладываете решение. Ну и бесконечный перезапрос, мы выбираем абсолютную консистентность. То есть мы не будем подтверждать операцию, пока гарантированно не смогли записать туда, куда хотели. Соответственно, у нас всегда все консистентно. Но зато клиент может вести очень долго, и для него это все равно что недоступно. Как вообще обрабатывать партиции? То есть у вас есть куча процессов на разных машинах. Но, во-первых, нужно научиться их обнаруживать. При этом нужно учитывать, что не все узлы могут признать партиционирование. Иногда связанность сети рушится только в одну сторону. Либо у вас по одному маршруту пакета ходит, а по другому нет. Соответственно, в одну сторону вы можете пропинговать другие узлы, а в другую не можете. Можно подбирать тайм-ауты, разные значения. Например, вы тайм-ауты выбрали слишком маленькими, и очень часто подозреваете другие узлы в том, что они отвалились. Это вам генерирует ложные срабатывания. Либо вы… Но при этом вы клиенту… То есть время реакции вашей системы увеличивается. Если в вашей системе вы выбираете доступность, то вы быстрее поймете, что та нода недоступна, запишите локально и клиенту ответите. Если у вас тайм-аут большой, вы будете долго ждать невозможности записать, получите тайм-аут, все равно запишите локально и клиенту ответите. Но для клиента это будет дольше, а результат один и тот же. Кроме того, когда вы обнаружили, что у вас возникло партиционирование, система распалась, вы можете ограничить набор операций. Например, ну как я уже говорил, все операции на запись отключаем, но на чтение оставляем. Это гораздо лучше, чем вообще просто вырубиться. Но при этом даже в таком случае, когда вы остаетесь только на чтение, вы снижаете консистентность. Потому что, возможно, кто-то в другие ноды пишет, а вы из них прочитать не можете и отдаете протухшие данные. Понимаете это? Ну то есть вы изолированы, и теперь вот сидите со своим, вот что вам удалось накопить за все это время. Но можно не ограничивать операцию, а можно ее запомнить и отложить, чтобы применить потом, когда связь восстановится. Ну, в Yahoo есть своя система закрытая, в чем они применяют немного другой подход. Система распределенная, но для каждого пользователя есть локальный мастер. То есть данные пользователя раскинуты, привязаны к машинам, и каждый пользователь, когда хочет записать, он ходит в одну конкретную машину. Если эта машина ломается, то это не аффектит других пользователей. Ну, а это аффектит только часть. Соответственно, и поскольку пользователь ходит на запись только в свою машину, пишет он, возможно, долго, но данные расползаются синхронной репликацией по другим машинам, и читает он с локальных, читает всегда быстро. То есть он не собирает никаких кворумов, они не пытаются записать на кучу машин, чтобы данные сохранились гарантированно. Каждый пользователь пишет всегда в свою машину. Возможно, эта машина вообще там на другом конце полушария. Пишет долго, но читает локальные свои реплики. Вот не парятся и работают. В фейсбуке делают похоже. А, нет. В фейсбуке у них другая система. У них есть вообще распределенное хранилище данных, и в нем есть один мастер. Для каких-то пользователей он ближе, он физически один, для каких-то дальше. И всегда пишут в него. При этом, если мы записали что-то в мастер, пользователь записал что-то в мастер, ближайшие 20 секунд он будет читать тоже из него. Потому что вот за эти 20 секунд информация должна дойти до реплик. А после этого можно переключиться на локальные реплики в своем DC и читать из них. То есть на запись мы оттормаживаемся, написать можем асинхронно. Мы пишем всегда в одну машину, проблем нет с кворумами и всякими делами. Ждем 20 секунд, потом можем читать локально, потому что все изменения доехали до наших реплик. При обработке партиций еще нужно думать о восстановлении консистентности и устранении ошибок. Когда связь восстановилась, у вас каждые отрезанные ноды могли накопить данные у себя, например, список операций непримененных. Вот после этого начинается самое интересное. Вы должны переправить их туда, куда надо, а там, возможно, тоже модифицировали эти данные, их нужно смержить. Картинка. Как это реально выглядит? Вот у вас есть система, это время. И все работает, 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 а потом опа, и связь порвалась. И у вас система разбилась на две части. И дальше состояние системы развивается по двум разным путям. Причем, вот на самом деле, вот эта часть кластера, она может не заметить, что вот эта часть отвалилась, а вот эта не может достучаться до нее. Вот здесь вы должны задетектить, что у вас началась партиция. И работаете в режиме отрезанности. После того, как связь восстанавливается, вы должны довести консистентность до нужного состояния, смержить все изменения. Вы получаете новое состояние и живете дальше. Вот об этом надо думать. Ну, в общем, какие трюки используют в реальной жизни? Ну, предположим, у меня веб-приложение. Сервис недоступен. Ну, довольно часто, на самом деле, я могу записать куда-то локально на машину клиента. Там в HTML5 есть persistent storage на клиенте. Можно флешовый storage записать. А когда все восстановится, ну, я долью туда, в общем. Там, может, лайки какие-то были или комменты я написал. Ну, не смог его оставить. Но я его сохранил в себя, а потом отправил, когда связь восстановилась. Еще используют различные области консистентности. Например, могут объявить какую-то партицию, какую-то часть узлов первичными. И всегда писать в нее. Например, так, как делает Facebook. Если она недоступна, ну, извините. Если недоступна какая-то другая, да неважно. Мы всегда пишем в primary, и все реплицируются с primary. Пока доступна primary, все работает. Ну, еще как вариант, ну, давайте при каждой записи собирать кворум. Если мы хотим, чтобы данные записались гарантированно, мы должны записать на большинство узлов. Если мы хотим прочитать самые свежие данные, мы должны прочитать с большинства узлов. Ну, если вы подумаете, вы поймете, что тогда мы точно доставим самые свежие данные. Шардирование. Давайте, у нас есть множество данных. Мы их нарежем на какие-то куски. Для каждого куска, ну, собственно, то, что делал Yahoo в Pinax, будет свой мастер, свои слейвы. Мы всегда знаем, куда нам нужно ходить, чтобы извлечь какие-то данные. Если выпадает какая-то машина, то мы теряем один кусок на доступность, а все остальные работают. Ну, примерно это похоже вот на вот это вот. Если выпадет какая-то машина, все остальное работает. Но у нас не должно быть глобальных инвариантов, потому что все шарды работают независимо. То есть мы с каждым блоком данных вообще работаем независимо. Например, мы берем и пользователей делим по региону. Вот между регионами тогда связи вообще не может быть, потому что все операции и запросы выполняются в рамках одного шарда для одного региона. Ну, даже если у нас будут партиции, какие-то мастера будут доступны, но все будет работать. Ну, про восстановление консистентности. Ну, чтобы вообще восстановить целостность данных, вы должны знать, как ее проверить. Вы должны знать инварианты в вашей системе, что баланс на счете должен быть всегда больше нуля, или что количество списаний не может быть больше баланса. Это почти то же самое, что параллельное обновление в конкарном программировании. Чтобы проверить, что у вас все работает корректно, вы должны знать инварианты и проверять их. Иначе вы просто не способны понять, что у вас есть какой-то конкарнси-баг. Есть довольно давно придуманная концепция векторных часов. Так. Я думаю, про это мы еще поговорим. Это очень интересно. Кто-нибудь знаком с работой веломпорта? Окей. В чем заключается идея? Применим доску. Ну, предположим, у нас есть в системе процессы. Есть какие-то объекты, с которыми выполняют действия. Когда какой-либо процесс модифицирует объект, он инкрементирует его версию. У нас есть вектор версии объектов. Здесь один, два, один. Когда еще один процесс модифицирует какой-то объект, он инкрементирует его версию. У нас есть операция мёдж векторных часов. Эта операция для каждой компоненты выбирает максимальное значение. Ну, понятно, да? Мы берем два вектора и в каждом элементе выбираем максимальное значение из двух. Здесь один, два, два. В чём состоит идея? Мы с каждым сообщением можем передавать наши векторные часы. Множество объектов в системе, оно известно. Ну, например, это партиции какие-то. И если у нас есть одни часы, у которых все компоненты больше других часов, это значит, что вот этот процесс владеет самыми свежими данными. Если у нас есть два вектора, ну, то есть над векторными часами можно сформировать отношение порядка. Векторные часы сравнимы, если у них векторные часы меньше часов 2. Если каждая компонента первых часов меньше или равна соответствующей компоненте вторых часов. Как вы понимаете, векторные часы могут быть несравнимы. Например, в одних часах написано так, в других написано так. Это значит, что у нас есть конфликт консистентности. То есть что-то произошло. Кто-то записал в первом процессе в объект 2, а во втором процессе записали в объект 1. Возможно, вот запись в объект 2, она основывалась на чтении объекта 1. А запись, которую сформировали в объект 2, при этом использовали данные о значении объекта 2. И они были посчитаны на разных версиях. Так, кому непонятна эта идея? Окей. Предположим, у нас есть две переменные. И у них были такие значения. Так, был в векторных часах. Вначале было так. Потом первый процесс записал в x значение y плюс 1. Присвоил версию 2 x. П2 записал в... Так, он в x записал y плюс 1. П2 записал в y x плюс 1. Он изменил значение y, и здесь версия 2. Это было во время партиции. Когда у нас восстановилась связность, и мы получили векторные часы, то мы не можем упорядочить эти операции. Между ними нет отношения порядка. Потому что если мы применим сначала одну, потом другую... Точнее... Это плохой пример. Давайте на 2. От порядка применения этих операций при восстановлении после партиционирования зависит результат. А упорядочить их мы не можем. Если бы мы точно знали... Если наши векторные часы были бы сравнимы, то мы бы знали, что вот это произошло раньше. Поэтому мы можем применить вот эту операцию после вот той. Давайте я, наверное, приведу больше примеров на это. В картинках. Так, как еще можно восстанавливаться? Можно иметь лог операций и откатывать ошибки. То есть у нас есть какой-то процесс. Когда мы заметили партиционирование, мы начали копить лог операций. То есть мы храним не только результат их, а все операции, которые мы выполняли. Когда связность восстанавливается, мы начинаем анализировать эти логи из двух партиций. Примерно то же самое, что вы делаете в распределенной системе контроля версий. К вам приезжают две ветки, и вы начинаете их мерджить. Ну там иногда мердж происходит гладко, иногда нужно вмешаться в это. Есть еще очень интересная работа, недавняя, по коммутативным реплицированным типам данных. То есть есть операции, которые неважно в каком порядке вы применяете. Например, увеличить баланс на 10 долларов, увеличить баланс на 20 долларов. Ну без разницы в каком порядке их сделать. На самом деле даже, если у вас есть какие-то списания, реально это, ну пример будет. То есть вы, у вас есть инвариант в системе, что у вас баланс всегда может быть больше нуля. И к вам приходит, после того, как система объединилась, два лога операций. Вы видите в одном логе положить 10 долларов, списать 20. В другом логе положить 50 долларов и списать 30. Вы понимаете, что если вы выполните сначала один лог, положить 10, списать 20, у вас будет, предположим, отрицательный баланс. Это недопустимо. Но если вы соедините все эти операции, у вас в итоге получится положительный баланс. И это допустимо, и инвариант не нарушается. В общем, работа интересная, есть очень много ограничений, но теоретически можно в некоторых системах строить все так, чтобы вы потом автоматически могли мержить эти логи операций. Если вы обеспечиваете коммутативность типов данных. Ну, например, с автоматом. Вот у вас инвариант есть. Мы выбираем доступность. Ну, юзер очень расстраивается, когда он хочет снять денег, а автомат ему говорит, вот сервис недоступен. Хотя у нас так делают. В общем, как поступают нормальные автоматы? Ну, банкоматы. Если связь пропала, то вводится лимит на снятие наличных. То есть банкомат не может соединиться с сервисом, но он видит, что связи нет, поэтому он ограничивает, например, двумястами долларами. Вы можете снять со своей карточки в любом случае. Операция коммутативна. Связь восстанавливается, мы считаем баланс. Если баланс в итоге отрицательный, то вам выставляют овердрафт, и за него там берут какие-то деньги. Так. Ну, так реально все работает, но есть такой трюк. Ну, почитайте в Википедии. Можно, его даже использовали много раз, можно очень быстро проехаться по куче филиалов банков, и пока они не успели синхронизироваться, поснимать с одного счета кучу денег. Потом в итоге баланс будет, уходит резко в отрицательные значения, но вы уже в Рио-де-Жанейро. Да, да. Это известный случай. Ну, сейчас понятно, что сложнее немножко. Вот. Несколько примеров из жизни. Есть очень интересный толк Рэнди Шоупа, по-моему, там главный архитектор в eBay. И он рассказывал про их, в общем, делился их опытом. И выдавал общие рекомендации. Ну, во-первых, они пытаются все протеционировать, разбивать на куски. Вертикально протеционировать. Так, надо пояснить. Представьте, что у вас есть реляционные таблицы. Здесь лежат юзеры в строках, а в столбцах какие-то их данные. Например, там, не знаю, профиль, заказы. Вертикальное протеционирование означает, что вы протеционируете по колонкам. То есть, например, данные о профиле вы храните в одной базе, данные о заказах в другой базе, хотя теоретически можно было в одну таблицу все положить. Горизонтальное протеционирование означает, что вы бьете по строкам. Собственно, горизонтальное протеционирование и называется шардированием. Значит, одних пользователей по каким-то критериям, например, из одного региона мы храним в одной базе. Других пользователей храним на другой ноде. Везде eBay старается все делать асинхронным. Использует системы сообщений, системы очередей, где-то мультикаст. Все автоматизирует. То есть, у них даже конфигурация адаптивная. Если что-то идет не так, то параметры системы начинают перестраиваться, чтобы обеспечить приемлемый, например, уровень ответа. При этом используется машин-леунинг. Анализируются показания системы, текущие, и принимается решение об изменении каких-то параметров автоматически. Они рекомендуют не забывать о том, что все ломается. В общем, в Яндексе тоже это. Соответственно, нужно думать о том, как вы будете обнаруживать сбои, нужно думать о том, как вы будете откатываться, если вы выкатили какую-то хрень в продакшн. А эта хрень уже начала, например, фигачить ваш кэш и класть какие-то данные. Вот вы как бы хрень-то закатите, но потом предыдущая версия, наверное, ничего прочитать не сможет. Собственно, нужно думать о том, что, наверное, там ключевое, чтобы не просто сломаться, если что-то сломалось, а частично деградировать. То есть, на вашем сервисе какой-то блок перестал работать, ну и неважно. Ну не увидят пользователи, сколько других пользователей залайкали эту штуку. Или там не увидят 10 последних комментариев. Это неважно. Главное, что ваш сервис работает, а не так, что вам все, сервис недоступен. А там иконочку не подгрузить, может быть. И в общем с консистентностью вы далеко не уйдете, если вы будете пытаться обеспечивать абсолютную консистентность. Никаких распределенных транзакций и eventual consistency. Eventual consistency означает, что если систему оставить в покое и не рвать там ей провода и ничего не делать, то через некоторое время все устаканится, если мне ее не писать, и все ноды станут одинаковыми. Про транзакции. Что такое транзакция? Кто знает, что такое транзакция? Отлично. Кто использовал транзакцию? Так. Кто выбирал уровень изоляции транзакции? Понятно. Так. Собственно, транзакция – это некая работа, которая… Ну, про свойства транзакции сейчас поговорим. Есть две философии относительно свойств транзакции. Нет. Давайте так. Собственно, транзакция – это набор операций, которые рассматриваются как единое целое. Есть две философии. Есть философия ACID, которая фокусируется на консистентности и пришла из мира реализационных баз данных. И философия BASE, которую как раз продвигает Brewer и она развивается в связи с распределенными системами. Ну, ACID, как вы, вы не удивляетесь, в Калифорнии придумали. Значит, что такое ACID, кроме кислоты? ACID транзакции обладает свойством атомарности, то есть либо весь набор операций, который указан в транзакции, выполняется целиком, либо ничего не происходит. Соответственно, есть операции, в конце транзакции вы можете сделать commit, подтвердить изменения и применить их, либо откатить все изменения, если что-то пошло не так. Обычно используется, необычно, часто используются логи отката, потому что копятся изменения, в конце транзакции мы понимаем, что нет, мы ее не можем применить, нам нужно все вернуть назад. Используются атомарные операции, хардварные. consistency wasted означает, что мы переводим, каждая выполненная транзакция, подтвержденная, переводит базу данных из одного консистентного состояния в другое. Консистентное состояние означает, что выполняются все ограничения, все индексы, все триггеры, все корректно. То есть между этими переходами, в процессе этого перехода может происходить что угодно, но этого никто не должен видеть. За это отвечает свойство изоляции. То есть каждая транзакция думает, что она вообще одна в системе. Она не видит эффекта от параллельно исполняющихся транзакций. Ну, до определенного уровня. Здесь возникает понятие уровня изоляции. Вообще про это вам все будут рассказывать в базах данных в институте. Но штука интересная. Уровни изоляции управляют тем, что могут видеть параллельно выполняющиеся транзакции. Ну, самый паршивый уровень written committed. То есть вы работаете, но можете при этом видеть все, что делают параллельные транзакции, но они этого еще даже не подтвердили. То есть артефакты обычно называются грязное чтение. Стандартный read committed, который почти везде включен в реляционных базах данных, везде имеют в клиентских драйверах. Вы видите только подтвержденные изменения в вашей транзакции, но возникают артефакты, например, неповторяемое чтение. Вы находитесь внутри своей транзакции, работаете с какими-то записями, но если параллельные транзакции параллельно с вами подтверждаются, то когда вы, например, снова сканируете таблицу, увидите измененные новые иногда это не совсем то, на что вы рассчитываете. То есть вы в вашей транзакции, например, прочитали баланс, потом параллельная транзакция завершилась, вы его прочитали у себя снова, оба, онса изменился. Есть более жесткий уровень изоляции repeatable reads. То есть когда у вас началась транзакция, все чтения будут, то есть запись не изменится, та запись, которую вы прочитали, она никогда не изменится, потому называется повторяемое чтение. Но при этом возможны фантомные чтения. То есть реально подтвердилась другая транзакция, и они эту запись уже удалили. Вы свою таблицу сканируете внутри транзакции, ну видите, да, все нормально, такой пользователь, но его уже нет. И это уже подтвердили даже. Ну и наконец serializable. Уровень означает, что все транзакции будут выполняться последовательно, строго последовательно. Работает это на всяких адских штуках, например, multiversion concurrency control. Это подход, реализованный во всех взрослых реляционных базах данных. Суть заключается в том, что у каждого объекта, который можно менять, есть версия. И когда начинается какая-то транзакция, мы начинаем ответвляться и строить дерево изменения этого объекта. Если мы транзакцию подтверждаем, то мы последний коммит, по сути, как в системах контроля версии, говорим, вот это и есть последняя актуальная закоммиченная. Там очень много тонкостей, можете почитать. В принципе, почти все производители это поддерживают. Встраиваемые базы данных обычно там все попроще. Ну, а как еще, кстати, можно изолировать транзакции? Представьте, вы пишете базу данных, и вам нужно разнести. У вас параллельно исполняется множество транзакций, они модифицируют какие-то строки в каких-то таблицах. Вы хотите, чтобы все происходило консистентно. То есть, вы хотите создать иллюзию того, что они выполняются последовательно. Как это сделать? Что? блокировки. На что? Ну, можно делать блокировку на базу, да, как бы, зашибись. Но это не быстро будет. На таблице. Окей, а какие проблемы есть? Ну, даже на строке, да, но в принципе на ячейке можно, да. А какие есть проблемы с блокировками? Дедлоки, да. И что делать, если дедлок? Ну, ладно, мы его даже как-то нашли, в общем. Но мы в базе нашли дедлок. Кого? Ну, да, одну из транзакций можно откатить, а может обе. Кто сталкивался с дедлоками в реляционных базах данных? Понятно. Ну и наконец четвертое свойство дюрабилити. Если транзакцию подтвердили и база данных сказала ок, это означает, что данные мы потеряем только если напалом сожжем машину. Но система у нас распределенная, нужно выполнять как-то распределенный коммит. То есть если здесь еще как-то понятно, вот мы сделали локи, там нашли дедлоки, кого-то сбросили, и наконец наши транзакции дошли до конца, и вроде все ок, мы там с богом записали это на диск и сказали клиенту окей, все отлично. Что делать в распределенных системах? Есть различные протоколы распределенных блокировок. Я предлагаю вам почитать про них самостоятельно, может быть мы их рассмотрим, просто это долго и мощно. Но обязательно почитайте. В общем особенно внимание уделите по аксессу. Кто знает, что такое двухфазный коммит? В общем я рекомендую вам подумать над темой того, как вообще можно сделать распределенную транзакцию. То есть у вас есть какие-то узлы, и вы хотите, чтобы они все выполнили одинаковый набор действий в том же порядке. И вы хотите взять вот эти локи на таблице или на строке во всех ваших нодах, а потом их еще и отпустить правильно. Как вообще это сделать можно? То есть двухфазный коммит, протокол двухфазного коммита есть случай, когда он не работает, поэтому придуман протокол трехфазного коммита. Но все это работает дико медленно. Ну только паксос побыстрее. Ну если ну может быть мы рассмотрим их дальше. Значит пару слов про свойства acid в CAP. Атомарность используется в каждой партиции отдельно. Это вообще очень важное и приятное и полезное свойство, когда вы можете хотя бы в маленьком кусочке данных применить свои операции атомарно. И это значительно упрощает восстановление, потому что вы знаете, что вот этот блок операций был применен атомарно, значит, что не нужно разбираться с тем, что внутри было. Консистентность при партиционировании невозможна. Точнее вы можете запретить в меньшей партиции например часть операций на изменения, а может и на чтение вообще, а в другой что-то делать. Ну после этого нужно, как мы говорили, проверить, что восстанавливается инварианты. изоляция. Ну сейчас интересно. нет, фигни, я написал какую-то. Ну в общем при партиционировании вы можете накапливать ваши операции, доставлять их на другие машины, и они будут их применять. изоляцию можно обеспечить только внутри одной партиции, потому что у вас есть локи внутри партиции, и вы можете разграничить транзакции параллельные. Если вы будете устраивать распределенные транзакции, реально это все не работает. То есть это работает в каких-то интерпрайс-системах с не очень большой нагрузкой. Ну durability иногда ослабляет. Как вы понимаете, если у вас есть требования надежно сохранить ваши операции и записи, это значит, что вы, например, должны делать f-sync после каждой операции. Вы представляете скорость, вспоминаем эту табличку про скорость записи на диск, но вы можете подумать, ну а давайте синкать на диск каждые 5 секунд, ну не чаще. У вас пропускная способность вашей системы сразу растет. Потом вы думаете, а давайте лучше куда-нибудь другим отправим, пусть они все в памяти поддержат некоторое время, а если мы упадем, то у них как бы будет. А по сети это быстрее им отправить, чем даже каждые 5 секунд синкать на диск, еще в общем быстрее, но если вот эти три ноды упадут почему-то, ну нет никакой durability. Если 5 секунд не прошло и сгорел винт, точнее машина сгорела, вы 5 секунд потеряли. Ну то есть здесь всегда вы выбираете какой-то компромисс. В чем смысл идеологии Бейс? Ну, собственно, предлагалось как альтернатива философии ACID. Мы считаем, что наша система, вот все эти буковки, то есть A это не Atomicity, что системы мы разрабатываем, которые, ну, в основном доступны, если какой-то полный акт и катастроф, они могут быть недоступны. Ну, состояние мягкое, это значит, что все примерно похожие представления о данных имеют, но возможно, что иногда оно расходится. И eventually consistent. Собственно, консистентность сойдется, если в системе нет никаких траблов, в нее не пишут. Ну, про это можно почитать, есть в общем клевая статья и чтение на ночь домашнее. Вот как бы чем приходить к этому с опытом, лучше подумайте об этом. В общем, это заблуждение распределенного программирования. Есть классные ресурсы на эту тему. Вот это особенно классно. И наконец, что еще почитать. У Google есть классный ресурс. Там собраны все их публикации по распределенным параллельным системам. И на Query есть прикольная сборка блогов инженерных команд из разных нагруженных сервисов. Ну, и там из Amazon, Flickr. В общем, любая уважающая себя компания ведет такой блог. И постит информацию об их архитектурах, об их решениях, о том, что они open source и так далее. Все. Спасибо за внимание.